я чувствую сейчас все соберутся сильно знакомые люди которые меня многократно слышали у меня правда есть кое-что новое я добрый день владимир очень приятно я говорю любителю поуправлять знаниями любители вас послушать ладно ладно так я думаю что мы можем марин уже нет еще у меня 59 о 16 00 да я думаю что можно начинать давайте начинать ну во первых я хочу сказать всем большое спасибо что вы собрались в этой замечательной виртуальной комнате все вместе потому что я знаю как дорого сейчас время и как все устали уже от онлайна ну для тех кто с кем я не знакома мне очень понравилась эта конференция в прошлом году я принимала в ней участие и рассказывала тогда про интеллект карты и честно говоря в этом году я собиралась проводить мастер-класс вживую с этими картами но когда узнала что формат будет онлайн то естественно эта идея отказалась это уже абсурд совсем офисовать онлайн вот и предложила вот эту тему просто как тему для дискуссии но комитет счел наверное интересным сделать из этого доклад ну вот сейчас мы все посмотрим что из этого получилось давайте тогда мария я буду переходить на экран так сейчас я делаю все скрипт так делюсь открываю презентацию и вот мы тут видно мария все отлично все отлично так да все отлично и так хочу мы будем сегодня говорить сегодня хотелось мне порассуждать вместе с вами о том почему люди так плохо понимают друг друга и даже если мы говорим о том что мы поделились знаниями то знаниями на самом деле мы не поделились нам только это кажется это старая проблема она часто возникает больших компаниях и не только в больших это проблема вообще общечеловеческая а в больших компаниях даже выделили специальную тему бизнес ваке беларе как выработать общий словарь компании как говорить на нем есть такой журнал бизнес рульс и есть книжки на эту тему которые я с интересом почитала так а вот теперь о чем же будет доплат очень кратко сначала мы поговорим почему возникает это проблема непонимание казалось бы мы все объяснили во вторых я сяду на сквозь конюр на инженере знаний они не все знают это наука который и который занимается знаниями как их получать как их представлять и как их написано чтобы ими можно раньше наука была для разработки интеллектуальных систем чтобы компьютер понимал эти знания сейчас это очень важное для понимания людей дальше я поговорю о том как визуальное мышление может помочь пониманию и потом практические лайфхаки как же побороть те проблемы о которых мы сейчас будем говорить ну во первых есть такая расхожая фраза если два человека говорят одно и то же это не одно и то же но здесь просто демонстрация о том что слово не означает ничего оно сразу связывается с ментальной моделью и и эта модель совершенно разная в зависимости от того кто это представляет это связано с бэкграундом это связано с образованием это связано с психологией и вот дальше я глубже посмотрю почему же возникает эта неоднозначность интерпретации сейчас я просто постулирую что она есть вот мне понравилась эта шутка да я попрошу сейчас все взять бумагу и карандаш потому что у меня будет два задания которые надо сделать на бумажке все таки вот первое это сейчас представьте себе что в компанию поступил телефонный звонок разработчику потом было сказано do everything according to the instruction to zero to four я попрошу вас написать сейчас номер инструкции вот что это означает instruction to zero to four даю вам некоторое время на это надеюсь вы написали и теперь напишите пожалуйста в комментариях что у вас получилось мария я вас попрошу прочесть что они написали как же выглядит номер инструкции кто-нибудь написал так да вариант ответа два нуля двадцать четыре 20 20 24 24 20 44 20 44 и пока все отлично ну то есть мы уже получили три да мы получили три интерпретации вот достаточно на самом деле ну вот потому что это вот так это вот так и люди могут по-разному воспринимать самое простое казалось бы два числа два числа и мы по-разному это воспринимаем представить себе насколько возникает сколько недоумений возникает при интерпретации более сложных лингвистических конструкций чем четыре цифры это известная шутка которая ходит у программистов уже 50 лет о том насколько задумка пользователя далека от того что воплощает команда разработчиков из всех этих трансформаций мне больше всего нравится вот эта картинка как проект был документирован вот ну и как бизнес-консультант его описал почему мне нравятся эти две картинки потому что они как раз связаны с языком ясно насколько богат язык бизнес-консультанта и как беден язык программиста который хочет это описать и так если серьезно у нас есть проблема создать язык который все понимают в компании мы сразу сталкиваемся с тремя группами проблем первое это организационная культура в компании поддерживает ли она один язык это психологические проблемы связанные с пониманием это когнитивные проблемы мы о них поговорим и это лингвистические проблемы как таковые потому что люди в IT-компаниях здесь собрались представители IT-компаний это люди обладающие не гуманитарным образованием в большинстве своем хорошо если среди них есть лингвисты но это не всегда встречается сначала поговорим о первой группе проблемы организационные сложности организационные сложности связаны с тем что все компании имеют строгое деление оно связано с иерархией оно связано с подразделениями и часто оно связано с географической разобщенностью сейчас и вот в каждом из этих островов мы будем говорить острова знаний вырабатывается так называемый собственный язык племени на котором говорят и по которому узнают своих вы сразу знаете когда вы знакомитесь с человеком по двум-трём словам вы можете понять вообще он вашего круга или нет язык это выдает человека гораздо быстрее чем даже одежда одежда конечно взгляд это очень много но как только человек заговорил мы узнаем о нем еще больше как же делать мостики между этими островами это не так просто я хочу сказать сначала хотя бы об одной проблеме это проблема связана с с уровнем по себе то компания с людьми это то которые реально понимают это 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 принципиально это даже на музыке но и того компании работают с конкретным кодом с конкретными бумажками финансовых отделов с своими файлами это уровень фактов и примеров и тут тоже делаются дела на самом деле если вы посмотрите смотрите уровень уровень понимания задачи процессов это уровень тимлидов это уровень менеджеров который должен бы объединить инженеров стоп менеджеров но на самом деле этого не происходит у них вырабатывается свой язык и свои проблемы и свой синтаксис и своя семантика синтаксис это правило а семантика значения в результате мы имеем вот такую стратифицированную модель и вот это вот сложности перевода возникают как раз на переходах с одного уровня на другой часто это происходит естественно когда человек идет снизу вверх но если человек идет звуку то есть он пришел компанию это новичок у него есть период онбординг то вот тогда это все встает в полный рост есть проблема которая описана многократно о том что как бы мы хорошо не понимали друг друга даже если мы на одном уровне к сожалению из того что мы задумываем до человека доходит одна четвертая и это оптимистический прогноз на самом деле я хочу сказать на самом деле потери еще больше связаны эти потери с лингвистическими способностями двух участников общения здесь у меня эта картинка из курса по инженире mari знаний поэтому инженер познаниям и эксперт здесь могут стоять любые люди дело в том что есть хороший говорительно есть хорошие пониматели и это не всегда одно и то же есть на самом деле чтобы эта коммуникация была мягкой здесь должен сидеть хороший понимать я здесь хороший говорить представьте себе что все наоборот говорит как раз человек который хорошо понимает но говорит плохо а слушает Человек, который прекрасно может говорить, но он ничего не понимает в силу того, что он просто так устроен. Дальше я поговорю, для меня это было открытием, что способность к пониманию – это отдельная когнитивная характеристика, и она измеряется и не имеет прямой связи с другим. Вторая сложность понимания связана не только с картинкой предыдущей, но и с классической картинкой субъективных барьеров. Там был объективный барьер, а это субъективный барьер. Он связан с разными картинами мира. Если у нас есть два человека, у них разная в голове картина мира, и когда один сообщает другому некое сообщение или текст, то интерпретация абсолютно неадекватна тому, что было задумано. В силу, я повторяю, разных моделей мира. Дело в том, что некоторые понятия из мира эксперта, они даже не существуют в мире другого человека, новичка, предположим. Здесь я часто буду использовать слово «аналитик» или «инженер по знаниям». Это такой толмач, который должен уметь говорить на разных языках, и в конечном счете именно он превращает знание в познание. Существуют классические модели. И когда мы говорим о человеческом общении, процесс кодирования и декодирования – это тайна. На самом деле никто не знает, как это происходит и как мы понимаем, и что мы понимаем. Ясно, что это связано с общей картиной мира, но существует несколько десятков теорий о том, как речь, как такова, если мы говорим о языке, превращается в понятие и в модели. А те люди, которые говорят, что они знают, я не устаю на всех своих выступлениях говорить о том, если кто-нибудь вам скажет, что он знает, это проходимец. Инженерия знаний уже почти 40 лет пытается внести какую-то ясность в то, что же называется знаниями и как с ними эффективно работать. И если раньше она оставила собой задачу только для интеллектуальных систем, то теперь инженерия знаний вторглась в управление знаниями, потому что знания важны не только машине, но и людям. Проблемы инженерии знаний связаны с тем, что это только когда-то действительно многие люди, которые одевают. В начале, особенно когда я ездила на конференции по психологии, мне хотелось сухой остаток. Вот в психологии, чтобы выделить сухой остаток, ты должен сначала прочесть N-монографии. Если ты их не прочел, то ты не можешь выделить из того, что говорят или из того, что пишут в научных статьях сухой остаток. Я хочу сказать, что у меня есть некоторый опыт разработки интеллектуальных систем за плечами, а потом уже некоторое консультирование в больших компаниях. Поэтому все, что я говорю, это не голая теория, а на каждый слайд у меня есть несколько кейсов. Если останется время, я об этом поговорю. Итак, инженерия знаний рассматривает ряды извлечения знаний, структурирования и формализации. Извлечение – это вот как раз то, о чем мы сейчас говорим. Когда один человек разговаривает с другим и пытается эти знания извлечь. Есть два способа. Я говорю, извлечь из живого эксперта и извлечь из базы знаний. По тех, извлечь из живого, чем можно спросить. Если вы извлекаете из базы знаний, которая уже формализована, то переспросить трудно. Что написано, то написано. Из того, что мы извлекаем, нужно из этого извлечь и как-то структурировать. То есть превратить в свою ментальную модель, с которой ты дальше можешь работать или дальше ты можешь ее формализовать. И вот все сложности возникают вот на этом переходе. Формирование ментальной модели. Теперь мы подошли к психологическим проблемам непосредственно понимания и перевода. В психологическом аспекте мы можем выделить три слоя проблем. Первый связан с личностью. То есть на самом деле есть личностные характеристики, которые способствуют пониманию, как я говорила. Вы удивитесь, но есть особенности гендерные. Есть особенности возрастные. Дальше я немножко поговорю об этом. Есть, например, просто некоторые приемы, которые можно применять для того, чтобы тебя понимали лучше. Я понимаю, что в присутствующей сейчас нашей виртуальной комнате это люди, которые, с одной стороны, хотят улучшить общение для того, чтобы их лучше понимали, чтобы в компании было лучше понимание и чтобы лучше понимать других. Поэтому я бы пытаюсь одновременно отвечать на три вопроса. Ну и, наконец, есть очень глубинная составляющая. Она называется когнитивный стиль. У каждого человека есть собственный когнитивный стиль. Он не может его изменить, к сожалению, как цвет волос. Но волосы еще можно перекрасить, а когнитивный стиль изменить невозможно. И есть характеристики, которые способствуют лучшему пониманию. И есть характеристики, которые не способствуют. Ну, например, очевидная характеристика – ригидность, гибкость. Ригидность – это тогда человек применяет определенные шаблоны, клише, которые в его жизни работают, и он всегда пытается натянуть новые знания на этот старый каркас. Ясно, что это работает плохо для понимания. Такие люди обычно не понимают других людей, потому что они уже знают. Это же есть известная шутка, что эксперты – это люди, которым ничего не нужно, они уже знают. Все, они запостенели, это уже паралич. И есть гибкие люди, которые способны изменять. Это хорошие пониматели как раз. Кстати, есть зависимость обнаружена, что, конечно, с возрастом, вот это единственная характеристика когнитивного стиля, которая меняется. Увы, с возрастом ригидность нарастает. Но поверьте мне, есть и молодые такие ригидные, что... Поговорим дальше. На самом деле, вот сейчас я поговорю чуть-чуть о процедурных проблемах. Процедурная грамотность заставляет человека создавать атмосферу такую при передаче знаний, чтобы было комфортно и тому, кто отдает, и тому, кто получает. Это связано, кстати, с проксомикой. Сейчас мы находимся в дичайших условиях, когда мы очень далеко. И поэтому все, что я говорю, вообще вы имеете полное право понять неправильно. Потому что контакта нет. В жизни надо учитывать вот эти вот поля и пытаться извлекать знания на расстоянии личного общения. После коронавируса нам это никому не удастся. Мы будем работать с трудностями на социальном уровне. Но считается, что за тремя с половиной метров мы вообще теряем контакт с человеком. И поэтому извлекать знания крайне тяжело. Поэтому хотя бы держитесь на расстоянии два метра после снятия. Самоизоляции. Сейчас я поспекулирую на очень интересной теме о том, что полгендер влияет на понимание. Дело в том, что когда мы общаемся на совещаниях очень часто и что-то говорим, потом нам кажется, что мы все объяснили, выяснилось через неделю, что все поняли неправильно. В том числе и из-за гендерных различий. Я стала разбираться в этом. Оказалось, что достаточно много литературы уже в этом. И выяснилось, что если мужчина и женщина говорят одну фразу, она на самом деле будет звучать по-разному, в силу того, что у них разное речевое поведение и вообще разные специфики устной и даже письменной речи. То есть мужчины более категоричны, женщины более не уверены, когда говорят. На самом деле при этом они говорят об одном и том же факте. Оценочное суждение – это тоже для меня была новость. На самом деле, если мужчина говорит, что все плохо, это не обязательно все плохо. На самом деле все может быть и не так плохо, но просто мужчины чаще говорят об отрицательных моментах, чем женщины. Кроме того, они говорят более короткими предложениями, и их надо разговаривать. Нужно спрашивать, доспрашивать. Дальше я буду говорить о лакунах, в общении, если успею. Кстати, у меня уже мало времени. Ладно, поскольку все презентации будут выложены, я не буду больше говорить о лакунах или о лакунах. Так, Татьяна, мы вас очень плохо слышим. Продолжение следует... Вы можете нажать F5, и у вас презентация запустится. И заодно можно скрыть окошко, что приложению Zoom предоставлен доступ к вашему экрану. Просто нажмите «Скрыть», и можно ехать дальше. Татьяна, мы вас по-прежнему не слышим. Татьяна, мы вас по-прежнему не слышим. Субтитры создавал DimaTorzok Татьяна, давайте попробуем с вами выйти из Zoom и зайти заново по этой ссылке. Видео мы ваше видим, но не слышим вас. Так, у нас небольшие технические сложности, но сейчас мы их решим. Не уходите никуда. Татьяна, я вам звоню на телефон, пожалуйста, возьмите трубку. Татьяна, я вам звоню на телефон. Татьяна, давайте попробуем еще раз включить. Видео и включить звук. Маша, вы меня слышите? Маша, вы меня слышите? Сейчас было слышно. Нет, я по-прежнему вас не слышу. Корреги, вы слышите, Татьяна? Мы слышим. А мы слышим. Так, ну если вы меня слышите, то ура. Ура, ура. Так, я попытаюсь сейчас все-таки открыть экран. Так, у меня нет возможности расшарить экран, Маша. Секунду. Все, она у вас появилась. Отлично. Так, хорошо, видно? Да, все видно. Можем начинать заново. Нет, заново мы не будем. Давайте мы с таким экраном. Видно все-таки? Я, может быть, не буду тогда целиком на весь экран. Мне будет проще немножко. И так же, о чем я хотела сказать? Что дело в том, что для того, чтобы нас понимали другие люди, мы должны понимать себя сами. И есть такая характеристика, как самопонимание. К сожалению, она требует глубокой рефлексивности, то есть способности к анализу. Не у всех людей эта способность вообще развита. И кроме того, есть... Вчера я как раз дочитывала очень интересную книжку о простом и сложном мире. На самом деле, это есть такая ось. С одной стороны, очень сложные люди, которые видят весь мир сложно, с нюансами, с тонкостями. И есть люди, у которых мир прост. Он делится на черное и белое, на дихотомию, на плохих и хороших. Так вот, люди, если они находятся на разных осях простоты и сложности, когнитивной, им никогда не понять друг друга. То есть человек сложный поймет простого, но простой человек никогда не сможет понять сложного. И поэтому основной совет и основной, так сказать, мессич этого доклада, когда вы с кем-то разговариваете и делитесь знаниями, вы должны всегда встать на позицию другого. То есть на самом деле вот это сложно, потому что, как известно, сказали великие, ад – это другие. Теперь про ригидность и гибкость, о которой я уже говорила. Ну, если с возрастной ригидностью мы ничего сделать не можем, на самом деле все эти вот игры и на развитие, и то, что сейчас модно, бренд фитнес, это просто натаскивание на разные задачи. Эксперименты потом показывают, как только вы перестаете тренироваться, все опять встает так же, как и было. Поэтому, в общем, не тратьте время, лучше читайте книжки, это мой личный совет. А что касается личностной ригидности, то тут, если человек сам понимает, фиксирует, то он, конечно, может пытаться менять свои структуры и не тащить старый хлам знаний, уметь их ликвидировать и переструктурировать. Ну, а вот теперь о понимании. На самом деле тут есть разные мнения в психологии. И способен ли вообще один человек понять другого? Потому что это связано с тремя характеристиками знания. Первая – это глубина, она связана с опытом. Вторая – это подробность. Одни люди рассказывают подробно, а другим это вообще не надо. И они не воспринимают информацию на таком уровне. Ну и, наконец, третья – это полнота. Это вообще неразрешимая задача. С полнотой, потому что все свои знания мы никогда не сможем объяснить в силу природы знаний. И тут я должна говорить уже о явных и неявных знаниях, но это тема другого выступления. Интересно мне показалось рассказать вам о шести известных позициях Дебона, которые часто используют на психологических тренингах. Но они очень важны аналитикам, для того, чтобы понимать других людей. Дело в том, что когда мы делаем свою работу, мы всегда находимся в какой-то шляпе. Что это такое? Шляпа – это такая позиция по отношению к информации и к жизни. Она может быть эмоциональная, она может быть нейтральная, она может быть позитивно-конструктивная, человек, который ищет плюсы, она может быть негативной, человек ищет риски и минусы, она может быть креативной, человек ищет новости, да, и очень полезная, рефлексивная. Ну вот если бы у нас было больше времени, я бы вам задала вопрос, как вы думаете, какая шляпа самая лучшая для понимания. Но поскольку времени нет, я отвечу сама. желтая, даже не голубая. Очень полезно. Ну и хороший пониматель – это человек, который умеет менять шляпы. И когда вы говорите с человеком, вы должны понимать, в какой он находится. Если он находится в критической шляпе, это самая вредная, кстати, шляпа, то вы никогда ему ничего не докажете. И он никогда ничего не поймет, что вы хотите ему передать знания, потому что он настроен критически. Дальше. У меня кончается время, и я уже просто проскочу, просто обозначу проблемы, чтобы вы понимали, куда дальше можно идти. Итак, в компании существует как минимум четыре языка. Словарь для новичков, который нужно составлять, чтобы люди быстрее входили в тему. Это словарь для разговора между подразделениями, так называемый общий код. Отделом, кстати, может являться и клиент. Это язык клиента или язык пользователя. И, наконец, четвертый язык – это язык документации. В некоторых компаниях хорошо с языком документации. В некоторых компаниях есть специальный язык для разговора между, вот этот саназываемый общий код. Вот мне очень сегодня понравился доклад Анжелы из компании «Плюс», по-моему, или «Флеск», которая говорила о том, что у них специальный язык, на котором говорят клиенты, и они иногда оттуда слова заимствуют, чтобы клиенты их лучше понимали. У меня есть компании, где бы равный интерес и внимание было удалено всем этим четырем языкам. И, конечно, выручают так называемые толмачи или аналитики, люди, которые владеют всеми четырьмя языками, ну или хотя бы тремя. Ну, здесь просто шуточный пример о том, как говорить на профессиональном языке. Здесь приведен пример юристов, но о языках программистов шуток еще больше. Я просто почему-то не нашла подходящий. Но вы даже не представляете, как плохо о вас думают представители других профессий. Они считают, что существует некий специальный птичий язык, на котором говорят программисты. Другого языка они не понимают и говорить с ними поэтому невозможно. Вот есть такие легенды. Дальше о том, как образуется на самом деле вот этот язык общего кода, сколько в нем составляющих и как его составлять. Об этом я хотела поговорить. Ну, теперь, переходя уже к следующим слайду, я не смогу к ним перейти, потому что у меня опять слава богу, зависла. Вот тут я хочу поговорить про ошибки. Их нужно разделить на легкие ошибки и на логические ошибки. Легкие ошибки связаны с тем, что мы не договариваем. Ну, приходит заявка, есть семантическая множественность, ну, это известная фраза chicken is ready to eat. А есть критические ошибки. Критические ошибки, легкие ошибки исправить можно просто путем переговоров. Критические ошибки, это системные ошибки. То есть, если человек говорит и оставляет лакуны, то есть, нужно очень много уточнять в его речи, то переучить такого человека говорить конкретно очень сложно. Кроме того, часто используют такие вот неясные слова, типа часто, дорого, должен, ясно, которые нужно раскрывать, например, через какие-то нечеткие множества или еще. Ну, и самая опасная ошибка, это если вам кажется, что вы все поняли, как что вам сказал эксперт, и вы уже за него додумываете. Вот эта ошибка додумывания, она очень страшна. Я хотела провести тут маленький тест, я его пропущу, вот типичный пример трудности перевода. Если в спецификации написана короткая фраза, то после трех встреч эта короткая фраза превращается в длинный осмысленный текст, где четко оговорен, это называется wording, то есть добавлены слова, которые придают смысл всей фразе, потому что вначале неясно ничего, какой заказ, куда поместить, от какого пользователя и так далее. Вот от этого языка перейти к этому, это отдельная большая работа. Ну, очень много есть шуток по поводу того, что люди часто просят то, что невозможно, и для языка с клиентом нужны особенные сложности. Вот. И нужен лингвист. В компании нужен лингвист, который понимает, освободить этой структурной многозначности, семантической многозначности. лингвиста. И они такие прекрасные, что если вы нарисовали картину, то половину вопросов вы снимете. И если знания будут дать то знания будут дать мне. И так, подытоживая, да, конечно, нужно разговаривать. Это главное. Но при этом надо учитывать все те подводные проблемы, о которых я сегодня говорила, которые возникают при разговорах. и должны быть профессиональные талмачи, гуру, технические писатели, техдоки, технические редакторы, которые занимаются проблемой перевода. Ну, третье, это я уже повторяю, картинки. Ну, конечно, в организационной структуре компании, в организационной культуре компании учитывать то, что если мы будем развивать эмпатию в людях и проводить какие-то специальные тренинги и говорить об этом, чтобы акцент был не на себе, не на своих знаниях, а на том, кому мы хотим их передать или от кого мы их забираем. То есть, на самом деле, вот эта вот эмпатия, это довольно сложно развиваемое качество. Надо сказать, что у людей с левополушарной асимметрией, то есть, логически хорошо развитым интеллектом, имеются сложности. Я с этим сталкиваюсь буквально в кругу семьи. Вот. Ну, они хорошо помогают разобраться во всех сложностях отдельных переводов. Ну, про это говорю, естественно, не только я, но и многие люди, которые можно почитать на эту тему. Ну, и вот на этом я хотела бы закончить презентацию и немножко поговорить. Спасибо вам большое. Так, я хотела бы перейти, Маша, сейчас в режим закрыть доступ вот этот. Как мне перейти в режим? включите видео, чтобы мы вас видели. Чтобы мы вас видели. Ага. Пытаюсь. А он не дает. Так, ну, может быть, хотя бы голосом, так, что-нибудь. Где я могла что-нибудь, может быть, мне надо закрыть эту презентацию безнадежно из-за этого. Вы меня слышите? Да, мы вас отлично слышим. слышим. Делаю отмену доступа к экрану, пытаюсь включить видео. Так, вижу вопрос от Вадима, но только часть его. Давайте я прочитаю. Давайте я прочитаю. Владимир спрашивает, если в компании нет менеджера по знаниям, кто должен исполнять роль трумача? Хороший вопрос. Если нет менеджера по знаниям, то, наверное, естественным образом уже выяснилось, кто хорошо говорит, кто хороший переговорщик. Ну, например, это обычно аналитики, люди, которые работают на фронт-энд, которые работают с заказчиком, которые выясняют требования. Может быть, такие люди могли бы помочь. Другого совета у меня нет. Так, Маша, я себя увидела, а вы меня? Мы вас тоже хорошо видим. Замечательно. А вопросы где я еще могу увидеть? А в чате? А вопросы можно задавать, может быть? Да, пожалуйста, Татьяна, я вас услышала. Скажите, пожалуйста, у меня есть такой пример, может быть, он как раз связан с разницей восприятия мужчин и женщин. Например, мой коллега говорит какую-то фразу, и для того, чтобы уточнить, что я его правильно поняла, я эту же фразу повторяю, не меняя слова совершенно. Человек, я сказал буквально секунды 30, смотрит на меня и говорит, я такого, я говорю, это вот с чем связано? Вы знаете, я думаю, что вы в своем пересказе ставите акценты и интонируете как-нибудь, вот, например, то, что я вам говорила, что мужчины иногда более категоричны или что-то еще, то есть, на самом деле, он хотел сказать другое, делать в другом, вы не прочли его месседж, вы его не поняли, вот ответ, именно поэтому он не признает это, потому что он хотел сказать другое, может быть, это не ваша вина, его, он неправильно выразился, но месседж был другой, то есть, вот тут надо очень хорошо отделять текст от месседжа, это не одно и то же, нужно извлекать из потока сознания, который на вас вываливается, то, что человек говорит, знаете, у меня был опыт общения с гениальным программистом, я могла его понимать только 15 минут первые, он так быстро говорил, что я не успевала за его мыслью, вот, но есть и другие особенности у людей, им нужно вот приноравливаться, вот я говорю, что тот человек, который понимает, хороший пониматель, он должен быть очень гибким, поэтому не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Я думаю, что ответили, да, и я правильно понимаю, что хорошим подходом будет тогда переформулировать это то, как его поняла я, то есть не сохраняя его фразу, просто сказать по-своему. Да, совершенно верно. Спасибо. Так, у нас есть еще один вопрос в чате, озвучиваю, от Андрея. Есть ли смысл пытаться внедрить единый язык общения? А, видите? Да, можно не читать. Отлично. Внутри компании или с уровня компании разрозненные островки надо на большой пользу. Вы знаете, я думаю, что надо начинать с неких простых моделек, ну, например, маленьких картинах, антологий, которые показывают связь между основными терминами и пытаться, чтобы эти антологии были shareable, то есть чтобы люди их разделяли. То есть если вы в одном подразделении нарисовали, как вы видите, жизнь, в другом подразделении я вас, поверьте мне, не согласятся. Я делала тренинги в одной компании, и у них была война между IT и финансами. И после тренинга они сказали, да, мы теперь поняли, у нас разная антология. И вы знаете, как они боролись? Они просто посадили одного айтишника в бухгалтерию, а одного бухгалтера посадили в отдел IT. И постепенно эти люди стали этими талмачами. Они постепенно впитывали не только слова, но и модели связи. Важны же не слова, а связи между ними. Понимаете? Вот. И вот это вот такое ненавязчивое внедрение в пионов помогло создать вот этот общий язык. То есть это такой неформализованный процесс. Я не думаю, что можно сесть и вот сходу создать такой словарь. Но начинать надо откуда-нибудь. Лучше всего начинать оттуда, где люди понимают эту проблему. Ну, например, там, где общаются с клиентами. Или наоборот, там, где общаются с такими уже жестокими программистами, которых вообще нельзя выпускать на клиенты. Есть такие. не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. Если в компании нет менеджера по знаниям, кто должен исполнять роль Толмача от Владимира? Вопрос. Ну, вот все-таки мой вопрос. Но если нет менеджера по знаниям, то должен быть вот этот аналитик-интерпретатор в каком-то отделе, неважно в каком. Но он должен обладать знаниями, которые превосходят знания этого одного отдела, этого подразделения. То есть, если он лодочник на лодке между двумя островами, вот пускай и плавает. Вот нужно, чтобы были лодочники. Нельзя стоять на островах и кричать и не слышать друг друга. Еще, пожалуйста, вопросы. Так, Маша, слышно меня? Да, слышно. Да, все отлично. Тут продолжение вопроса от Андрея. Конечно. Исходя из вашего опыта и кейсов. Так, ой, вопросы полетели. Как компании реализовывали словари? Хороший вопрос. На самом деле чаще это делалось, это просто происходило понимание. Заканчивалась война. Этот язык вырабатывался. Если компания, ну та компания, в которой я делала тренинг, они не переходили к тому, что создавали базу знаний. На самом деле. Просто появилось понимание и быстрее пошли все процессы и все проекты. Вот что я знаю. На самом деле примеров, где словарь был бы вывешен на стенку и висел, я не знаю вот таких компаний, но я уверена, что они есть. потому что здесь присутствуют такие продвинутые компании с IT, с базами знаний, вот только что я слышала 11 тысяч записей, где поиск записей идет по определенным симптомам неисправности, например, так вот словарь этих симптомов и является словарем на самом деле. И в этом словаре, конечно, будут синонимы. То есть там может быть плохо работает звук, нет звука, недоработка, звуковые проблемы, они все будут лежать в одной куче. И, конечно, они существуют. Все зависит от платформы, в какой вы это реализуете. Есть ли у нее специальная возможность для тезауруса или его надо дорабатывать. Так, и продолжение вопроса про словари. Натуральный ли это документ, описывающий термины или договоренности? Мне кажется, я частично ответила. Полезно иметь натуральные документы, но жизнь так быстро меняется, и эти документы будут очень быстро устаревать, и это плохо, потому что ликвидацией знаний мало кто занимается. Я как раз вот такой же вопрос задала докладчику, который был про базу знаний из 11 тысяч статей. Но, тем не менее, все-таки следы должны быть, хотя бы цифровые следы, то есть должна быть, если мы договорились о терминах, то это надо фиксировать, безусловно. Ну, вопрос между надо и есть, он всегда остается. Так, спасибо за ответ. Владимир спросит привести пример компании российской, где есть такие толмачи. Ну, я вам, знаете, что скажу? Вот, я учу менеджеров, я учу на MBA руководителей компаний, и у меня курс визуально-аналитическое мышление. И когда они заканчивают, то фактически те, кто получил пять, они готовы быть такими толмачами в своих компаниях, но они понимают, что это руководители, они не могут делать. Тогда они проводят тренинг и приглашают туда менеджеров среднего звена. Я работаю с этими менеджерами, и я вижу, что из тех, кого они привели, 30% можно чему-то научить, а хорошими толмачами будет 10. Ну вот, я знаю компании, например, у нас в Петербурге, да, и Севкабель, в Москве, Франклинжиниринг, в Петербурге Do It Yourself, компании, которые нашли этих людей, а ими стали просто руководители определенных отделов, у которых есть лингвистические способности. Я хотела здесь провести тест, проверить, какие у вас лингвистические способности, просто за 30 минут это, конечно, невозможно, но это проверяется на самом деле. И если человек и нет лингвистических способностей, он может быть умница, но он не может быть таким толмачом, у него просто не хватит словарного запаса. К тому же, люди с лингвистическими способностями часто придумывают новые термины, которые являются обобщающими и которые очень всем помогают. Поэтому, кто этим станет? Вот компания я вам назвала, в них это... Одна компания, тоже я хочу сказать, московская, ну, им повезло, у них в IT-отделе работала девочка структурный лингвист. И она, кстати, сделала блестящую карьеру в этом IT-отделе, став руководителем подразделения, имея гуманитарное образование. Ну, вот, конечно, она у них стала этим помощью. Так, вопрос от Алексея. Что делать? А, можно написать лингвистические способности. Я вам дам его сейчас. Смотрите. Вот вы все сейчас сидите на стуле, правильно? Вот, когда закончится наше занятие, моя часть, да, вы отключите компьютер, отключите, смотрите на стул и за 10 минут напишите 40 свойств этого стула. Но только деревянное это не свойство, это значение свойства, а свойство это материал. 40 свойств за 10 минут. Если вы напишете 40 свойств, то у вас суперлингвистические способности. Если вы напишете 25, у вас хорошие лингвистические способности. Если вы напишете меньше 20, то, скорее всего, весьма средние И люди, у которых нет лингвистических способностей, где-то на 10-11 свойстве сломаются. Повторяю, 40 свойств стула за 10 минут, 25 – это хорошие способности, 40 – это отличные. У меня были люди, которые по 58 писали на тренингах. Поэтому вы должны эти свойства обозначить именами существительными причем. Каждое свойство – это имя существительное. Попробуйте. Напишите мне потом, я буду очень рада подискутировать по этому поводу, если будут ответы. Так, хорошо, еще бы появились вопросы. А, очень хороший вопрос от Александра Каташкова, вижу. Поддержка картинок стоит дороже. Вы правы, не только поддержка картинок стоит дороже. Дороже стоит создание картинок. Картинка – это же не иллюстрация. Картинка – это мысль. Это всегда связь между понятиями. Это гораздо сложнее, чем написать текстами. Новое поколение не готово читать длинные тексты, я согласна. А в чем вопрос? А как им объяснять? Объяснять им на картинках, на самом деле, все равно. Им объяснять на картинках. Они не будут читать длинные тексты. Но картинки надо делать простые. Тогда, если вы будете делать простые картинки, то их создавать не так сложно. То есть картинки верхнеуровневые, которые объясняют концепцию целиком. Ну и потом, для самых умных, можно переходить уже потом и к текстам. Но надо все-таки, они же читают что-то, можно читать. Что ж тут делаешь? Ну, разговаривать еще можно, кстати. Вот тоже помогает. Они читать не могут, но слушают они до 15 минут. До 15 минут с ними можно говорить. После 15 минут они отключаются. Так, еще был вопрос. Есть еще последний вопрос от Светланы Новиковой. Как быть, если отрасль бизнес очень англоязычная? Русских аналогов для большинства терминов нет. Как лучше, оперировать терминами в оригинале, по возможности добавляя перевод чисто как комментарий? Или есть варианты получше? Да, к сожалению, очень хороший вопрос. Спасибо, Светлана. Получше ничего нет. Я сама мучаюсь с mind maps. Русский перевод, мыслеграфы или вообще интеллект-карты меня никак не устраивает. На самом деле, мне все равно нравится mind maps. Все зависит от того, какая политика в компании. Если все говорят по-английски и отрасль очень англоязычная, то почему бы не использовать кальки под те же mind maps и все остальное? Мне кажется, это не будет потерей смысла большой. Да, это не очень хорошо по-русски, но мы в конце концов бизнесом занимаемся, а не патриотические песни поем. Поэтому, ну что делать? Внедрять какие-то искусственные слова, мне кажется, вообще неправомерно. Единственное, что можно сделать, что если клиенты не понимают английский, клиенты имеют право не понимать английский. Клиентов, когда нужно разработать словарик, да, и говорить, и писать для них объяснения. Вот тот самый случай, когда один словарь нужен, словарь клиента. А внутри компании я бы договорилась использовать оригинальную технологию. Так, ну что? Еще у нас повторный вопрос от Алексея. Что делать, если IT внутри компании не слышит заказчика, и чат, и просят ТЗ? Писать ТЗ. Писать ТЗ и разговаривать на самом деле. IT, конечно, не слышит. Это вот как раз именно про то, о чем был доклад, замечательный вопрос. IT не услышит заказчика. Тут надо выдвинуть переговорщиков от IT, нормального толмача, который должен понимать в HR и должен разобраться, как устроен бизнес и как устроена организация, и что нужно HR, а не навязывать им, как наши программисты. Мы сделаем клиенту не то, что он просит, а то, что ему надо. Это вечный лозунг. IT всегда знает лучше. Нет, IT не должен этого делать. IT должен услышать HR. А в HR надо все-таки дойти в разумительного специалиста, который может логично объяснить то, что нужно. Потому что иногда, к сожалению, в ТЗ, вот те картинки, что я приводила, сделайте нам красное, но обязательно синее, присутствуют. Человек, который должен логично прописать бизнес-процесс и показать на схеме, что мы хотим отойти. Это два человека. Это правильно решается на уровне двух человек. Должны договориться два человека, не больше. Так, Мария, что у нас? Так, мы ждем еще свежих вопросов. Так, и они появились. Очень хороший вопрос у Александра. Стоит ли разрабатывать универсальный внутренний язык или каждому клиенту объяснять на его языке? Смотрите, если вы разрабатываете внутренний язык, это же внутренний язык, клиенту все равно нужно объяснять на его языке. Поэтому мне кажется, что вы сами ответили на свой вопрос. С клиентом надо говорить на его языке, это безусловно. Клиент всегда прав. Ага, вот от Светланы. Вот вы знаете, Светлана, я, конечно, не могу проникнуть во все тонкости процесса технологического, который у вас. Но я знаю, что когда мы разрабатывали систему интерпретации психологических тестов, у нас было два вывода в системе. Одна делала вывод на языке психолога, а вторая объясняла то же самое клиенту на человеку, который только что прошел тест на простом языке, чтобы он не пугался психологических терминов и неправильно их интерпретировал. То есть проблема двух языков сохраняется. Значит, если у вас есть разные варианты использования функционала, я не знаю, ну, наверное, их не так уж много, ну, два-три, вот, то мне кажется, что надо иметь просто вариант сложный и простой. Сложный для специалистов, который хочет понимать тонкости, который знает терминологию, и простой для новичка или для того, кто только входит, будет пользоваться мало этим. То есть достаточно, грубо говоря, иметь бедный и богатый текст. Больше это уже роскошь. Может быть, я не права, я не знаю, я не специалист конкретно вот в этих вещах. Так, Глеб у нас спрашивает, можно ли задать голосом вопрос. Да, можно. А я просто никак не могу сформулировать его, написать. Вот, я, ну, разработчик, у меня вот такой вопрос. Мы называем сущности, мы можем их назвать по примеру, что происходит, ну, низкоуровневое какое-то, например, там, не знаю, уничтожить объект. А можем назвать его, ну, дать какое-то понятие, назвать его на высоком уровне. Ну, там, например, закрыть, завершить работу. Ну, то есть не касательно каких-то там... Слышно меня? Да, да, я вас поняла вопрос. У вас есть два уровня, высокоуровневый и низкоуровневый. Вопрос в чем? Какой использовать? Да, 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 когда какое использовать? Как определить? Это очень хороший вопрос. Вы знаете, вот я все время борюсь со своими аспирантами, потому что наука начинается тогда, когда человек может обобщать, переходит на высокоуровневый язык. Но дело в том, что и вот эту пирамиду я рисовала, показывала вам вначале, но жизнь происходит на низком уровне, на уровне конкретных операций. Поэтому если ваш интерфейс ориентирован на пользователя, который работает конкретно на низком уровне и использует эту терминологию, то надо, конечно, ему писать на его языке. Но для себя или где-то должно накапливаться некое знание на высоком уровне, после которого начинается обобщение, после которого можно вообще идти дальше. Потому что с низкого уровня очень трудно стартовать дальше. Вот если у вас там есть N различных операций, и вы их не создали группы для них, и не увидели, что они не покрывают, например, все поле операций. То есть мы должны говорить на высоком уровне, когда мы двигаемся вперед. А когда мы работаем, нам достаточно работать на низком уровне, на уровне конкретного понимания. Мне так кажется. То есть, ну, получается, в зависимости от ситуации, когда нужно в каждый момент решать именно, что лучше опишет ситуацию текущую? Да. Если вы описываете ее для людей, которые работают на низком уровне, и это их язык, это одно. Если вы пишете, например, стратегию, или вы пишете отчет для руководства, который должен понимать на макроуровне, что происходит в приложении, понимаете, и какие проблемы встают, то нужно подняться на уровень выше. Не нужно терять высокоуровневое описание. Ни в коем случае. Я вот что хочу сказать. Не нужно терять высокоуровневое описание. Поверьте, они пригодятся. Пускай не в повседневной жизни, но для движения вперед. А на конкретном уровне, да, надо остановиться на том уровне, который понятен. Ну, кажется, понял. Спасибо большое. Так, у нас есть вопрос от Светланы. Татьяна, вы его видите? Да. Самый последний. Хороший вопрос. И я думаю, что все-таки вы будете вызывать раздражение у определенного уровня пользователей, если вы будете говорить на жаргоне. То есть, если это все-таки документы, ну, если это интерфейс разговорный с клиентом, то лучше говорить на нормальном русском языке, не вдаваясь в какие-то научные терминологии, возможно, но все-таки лучше называть его, например, пользователь, а не юзер. Потому что, смотрите, если он юзер, он все равно поймет, что пользователь это к нему. А если это человек, который, ну, строг к языку или, ну, постарше, например, или не любит, то он это воспримет как некое оскорбление. Ну, не оскорбление, но такое мини. И вот опять-таки многие люди не любят англицизмов очень, а в жаргоне обычно всегда, естественно, английские термины. Поэтому я бы оставила жаргон для себя внутри компании, это, безусловно, он есть, надо его использовать. Но для выходов на свет, что называется, на выпуск, на релиз, если только это не совсем продукт, там, я не знаю, ну, для игроков какой-то игры, которые только такой язык понимают и больше не говорят. Если это все-таки бизнес-приложение, а не игра, а не детский сад, надо говорить на нормальном, хорошем, литературном, бытовом языке. Вот это, мне кажется, и будет, вы сами ответили на свой вопрос, золотая середина. Итак, коллеги, если у кого-то еще есть вопросы, задавайте, нам скоро режиссер расскажет сворачивать нашу дискуссию, и все, поэтому есть уникальный шанс найти ответ на свои вопросы. Ну, наверное, мы уже всех утомили. Вот. Я очень благодарна тем, кто задержался на дискуссию и на вопросы. И еще раз простите там за технические сложности, которые у нас возникли. И я всем желаю говорить так, чтобы вас понимали. Счастье — это, когда тебя понимают. Спасибо. Мария, спасибо вам за помощь большое. Спасибо вам за очень интересный доклад. Спасибо за доклад. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...